За ПСИП «Трансгаз» выпустил в Иртыш порядка 26 тысяч особей молодей сибирского осетра. Реализация комплексной программы по охране водных ресурсов – один из приоритетов экологической политики Сибура. За последние пять лет инвестиции компании в охрану окружающей среды составили около 18 миллиардов рублей. Более десяти направлены на мероприятия по охране водных ресурсов. Вес каждой рыбы не менее трех граммов. Такой будет легче освоиться и выжить в естественной среде. В Ханты-Мансийск молоть привезли в специальных живорыбных грузовиках. Осетра вырастили на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе по заказу компании «Запсиб Трансгаз». Это первый этап выпуска мальков. И до конца текущего года компания планирует это число по выпуску мальков довести до 150 тысяч. Компания придерживается принципов устойчивого развития, которые направлены на рациональное использование природных ресурсов, в том числе и водных. Из автомобиля рыбу помещают в специальные бассейны. Вода в них такой же температуры, что и в реке. Молоть пересчитывают, взвешивают и выпускают в Иртыш. За всем процессом следит специальная комиссия. Каждый шаг регистрируют на видео. Присутствует комиссия, в состав которой входят сотрудники рыбоохраны, природнодзора игры, местные власти. Рыба пересчитывается, чтобы выпустить именно то количество, которое необходимо заявлено. Сейчас в Иртыш выпускают порядка 26 тысяч особей. Всего в этом году совместными усилиями нескольких федеральных ведомств и предприятий недропользователей в водоемы попадут порядка 4,5 миллионов молоде осетра. Рыбные запасы пополнены в рамках реализации национального проекта «Экология». Практика показывает, и даже рыбаки говорят, когда закидушки кидают на доночки, то по сути за ночь 2-3 лобарика попадается. То есть это говорит о том, что популяция постепенно начинает восполняться. В рамках обязательств компании «Запсибтрансгаз» в реке выпустят больше 97 тысяч особей сибирского осетра. Еще порядка 45 тысяч мальков по собственной инициативе предприятия. Сейчас молодь краснокнижной рыбы выращивают и на Югорском рыбоводном заводе. Ценештучная навеска у молоди является около грамма. Заказчику необходимо вырастить ее до ценештучной навески 3 грамм. До наступления морозов этих уже окрепших сибирских осетров также выпустят в реки Югры. Они перезимуют и продолжат рост в естественной среде. Тимур Чешков, Никита Ручкин, Вести, Югория, Ханты-Мансийск.